Если этот дачник и планировал позвать друзей выходные на шашлыки, теперь сто раз подумает. Памятки от инспекторов сегодня получил не только он, но и все его соседи. Подобные профилактические рейды проводятся каждую неделю. Нарушителей в дневное время, да еще и в будни практически не находят. Разве что строителей, сжигающих мусор. В таком случае составляют протокол и выписывают штраф. Максимальный 4 тысячи рублей. Как утверждают специалисты, подобные рейды значительно снижают риск пожаров. Я, конечно, думаю. Ну, хоть напоминают. Напоминают некоторым. Некоторые же совсем есть без царя в голове. Все-таки останется. Может быть, что-то у кого-то держится в голове. Не раз предотвратить. Для общего развития людей очень даже полезно. Некоторые просто и жгут, и палят, и не глядя. Уже столько участков здесь подгорело. И здесь, и в других участках. У меня лично дача в Петряшино. В прошлом году там сгорело больше 10 участков. Уже завтра сотни красноярцев отправятся на острова отдыха и Татышева. Тут городок и на Базаиху, где поставят мангалы и разведут огонь. Не получится, пообещали инспекторы. В излюбленных местах отдыха горожан планируют вывезти дополнительные патрули. Даже вот и полицию сейчас уже туда организовали, чтобы постоянно объезжали вот эту территорию. Потому что действительно там много разводят костры, жарят шашлыки. Что как раз вот я вот уже и сказала, что там как раз это зеленая зона общего пользования. И разведение костров в таких зеленых зонах, то есть для граждан оно составляет 4000 рублей. В Красноярске с начала лета прошло около 150 проверок. За это время удалось наказать лишь 30 нарушителей, что, конечно, ничтожно мало. Только на этом пятачке порядка пяти остатков кострич. А вот здесь даже стоит мангал. Хочешь час, садись и жаришь шашлыки. Артем Долгооршинных, Сергей Кашин, Эдуард Баглай, Афонтова новости.